Весна Я очень волнуюсь впереди весна Наварит снег Все не как Во всей России 13 марта И что дальше будет Никто не знает А не зря об этом подчеркиваю В Москве обещали В эти дни Или уже сбылось Самые морозные По этим датам За все Десятки сотни лет наблюдений Морозы Что при этом происходит В садах не мне вам говорить Когда-то Столкнулись Две школы Генетиков так называемых И Мичелинско-Лусенковская школа Победы Задерживали та и другая В конечном счете они друг друга Уничтожили Просто уничтожили И вот И возвращаясь к этой теме Потому что Какие страсти Какие бушевали страсти И эта победа оказалась Генетиков первого Вот Уничтожено было Фактически все будущее садоводства Сейчас я медленно Наверное упорно буду Это доказывать Вот Потому что Современного садоводства Которое Называю любительским Которое обогнало науку На сотни лет Да Это правда Давно ли я Только сегодня Я еще Готовил вебинар Они у меня проходят По понедельникам Вот 15-го будет очередной И там я расскажу Фрагментарно прогрели Как отголоски Тех еще То что я сейчас называю Заблуждениями А они до сих пор Эти отголоски Хотя он И родился в 19-м веке И умер в 19-м веке Они до сих пор Стали Остались Теперь стали уже Наверное религией Вот И Лишний раз Я понял Что надо лишний раз Вернуться к тому Что у нас тоже Отгремели свои бури Вот Потому что были Газеты Крупные газеты Они начали печатать Железова Тут же где-то Неслышимая команда Грозная поступила Прекратить Вот Это все Антинаука Вот И остались мы любители Со своими садами Незаконными Непризнанными Неизучаемыми Мы едим фрукты Неотравленные Наш вырожай рекордные По всей стране И даже за пределами Я все это Длинное Вступление Сказал Для того Чтоб вы поняли Насколько Все серьезно Вот Короткая вспышка Когда мы Несколько человек Которых Кто-то уже знает Один из них Как раз Гарнаулов Остальные будут Вспоминаться По Походу Нашего фильма Он делится На несколько частей Только потому Что сейчас Мозги у людей Не те Они не воспринимают Длинное Длинную Информацию Каждый фильм Будет по 29 минут С продолжением Ну что Поехали Итак Дискуссия Вокруг Селекционного Клонирования Железова Весь Моя сад Состоит из Клонов Которых Не существует Гарнаулов Железов Здравствуйте Уважаемый Валерий Константинович Кстати Ой Все время говорю Кто же меня Первый раз Слышит Ну пожалуйста Наберите Три русских слова Сайт Садовода Железова Поисковики Зайдите Посмотрите Раздел Который Называется Фотогалерея Я Последние Несколько лет Ничего туда Не добавлял Даже то Что вы увидите Это Это невозможно Это только Все всегда Говорят Вали до Вали до Под язык Только потом Открывайте Вот Но Прошлое держит За Это так Держит Оно взяло за горло Все официальную науку И Отголоски Попадают К нам Поехали Гарнаулов Железов Здравствуйте Уважаем Валерий Константинович Кто такой Гарнаулов Ниже Прочитал Отповедь Госпожи Зе Которая Она учинила Вам Ваши гостевые Книги И мне Стало Стыдно За ее Безграмотность Я написал Этот материал И хотел Поместить В гостевые Книги Но Побел Он Получился Великоватый Поэтому Отправляю Вам Вегетативное Клонирование Это Абракадабра Никаких Клонов Нет И в Помине Так Это я Выделил И нету Клонов Все Существует Сейчас Микроклональное Размножение Там Действительно Получаются Клоны Из одного Черенка Тысяча Одинаковых Растений Так что Прежде чем Свою книгу Писать Поймите Что такое Клон И половая Вакханалия Что-то Вы запутались В конец Со своими Клонами Везет Мне На грамоте Клон Это Точная Генетическая Копия Другого Организма Как овечка Долли Читая Данное З Определение Клона По неволе Приходит На умысль Это Мне Надо Вот так Наверное Было Сейчас Я Возьму И Отделю Зерна От плевел Вот так Ага Это дальше Я понимаю Так что Горнового Читая данное З Определение Клона По неволе Приходит На умысль А правили Такой Человеку Которого Все смешалось В голове Судить И упрекать ВК В некомпетентности По моему Для начала ВК Это я Валерий Крисович Было бы неплохо Самой разобраться В этом вопросе А уж потом Уносить его На обсуждение Тем более Обвинять других людей Я Например Не претендую На стопроцентную Точность Выскажу Такое Определение Клона Клон Это Генетически Однородная Группа Потомков Образованная Путем Бесполого Размножения От одной Особи И обладающие Всеми Биологические Признаки И свойства Материнского Организма Имеют Такой же Набор Генов Или Генотип Клоны Получают При вегетативном Размножении Растений Черенками Отводками Прививками А также При выращивании Растительных И животных Организмов Из одной Клетки Методом Культуры Клеток И тканей А вот Еще одно Определение Клона Клон от Греческого Вет Отпрыск Популяция Клеток Или организмов Прошедших От общего Предка Путем Бесполового Размножения Клон Не копия Когда-то Благодаря Популярной Литературе Сложилось Печатление Что клон Это нечто Выращенное Пробирки Из генетического Материала Другого Человека Как выясняется Речь идет Не о получении Готовой Копии Речь о Замене Зародышевой Клетки Если все Идет своим Чередом Сперматозоид Обладает Яцеклетку И она Начинает Делиться Обладательная Яцеклетка Суррогатная Вынашивает Этот плод И рождает Его Если Породносить Над этим То становится Понятно Что клон Идентичен Своего прототипа Лишь в момент Начала Деления А дальше Он будет Отличаться Так Кому не интересно Конечно Надо отключиться Это я Вставил Свою фразу Почему Потому что Вроде бы Немножко Как бы сказать Скучновато Для тех Кто ждал Откровения Но откровения Будет дальше Подождите Потерпите И у вас Такой же Сад будет Как у Железова Продолжаю А дальше Он будет Отличаться Нет Давайте так Сначала Фраза Если поразмыслить Над этим То становится Понятным Что клон Идентичен Своему прототипу Лишь в момент Начала Деления А дальше Он будет Отличаться Почему Потому что Никто не сможет Обеспечить Такие же Условия Беременности Мать будет Иначе Питаться Иначе Двигаться Жить В других Температурных Условиях Кроме того Материнский Организм Будет Отличаться Друг от друга А все Это Влияет На развитие Плода Уже В момент Рождения Ребенка Ребенок Клон Будет Выглядеть Иначе А если Подумать То Возможно Он будет Другого Пола Почему Нет Дальше Больше Ребенок Будет Расти В других Условиях Которые Будут Иначе Формировать Организм И получается Что клон Не копия Это все Лишь организм С идентичным Генетическим Набором Клоном Называют Вегетативное Потомство Того Или Иного Родоначального Индивида Независимо От того Является Он сам Особи Вегетативное Происхождение Или Сейнцем Дальше Интересно Начинается Однако Предметом Клоновой Селекции Являются Лишь Те клоны И те Вариации Которые Возникли В результате Вегетативной Изменчивости Вот Скобка Клоновой При семенном Разложении Даже самых Выдающихся Генотипов Их Полезные Свойства Если Наследуются То не в полном Объеме А главное Потомство Получается Разнообразным В то время Как главный Признак Сорта Однородность При вегетативном Разложении Такая Однородность Гарантирована При вегетативном Потомство Представляет Собой Клон Совокупность Генетически Идентичных Особей По большому Счету Есть всего Два Способы Вегетативного Разложения Первое Когда Из какого-то Вегетативного Органа Подбега Или корня Развивается Целое Растение Методы Разнообразны От Обыкновенного Укоренения Черенков До Ультрасовременных Технологий Микроклонирования Понятно Да? Второе Когда Какой-то Вегетативный Орган Одного Растения При Вое Сращивается С каким-то Вегетативным Органом Другого Растения Под Вое Это Прививка Современная Вегетативного Прививкой Кстати Обратите Внимание Я Нигде Ни разу Не Скажу Где я согласен Не согласен С горновым Потому что Изначально Его Польза От Статьи Огромной Гигантской Когда-то Эта статья В качестве Материалов И там Фильмы Будут изучать В университетах Больше Не Скоро Первоначально Полученный Сеянец Вместе С его Вегетативно Размноженным Потомством Составляет Единый Клон Вообще Клоны Называются Вегетативно Размножаемые Потомства Одного Какого-то Живого Экземпляра Например Растения Получен Питомники От Определенного Маточного Дерева Антоновки Является Клоном Этого Растения Размноженные От Разных Маточных Дерев Одного Этого Сорта Клоны Сортовом По Малогическому Отношению Этичны Друг Друг Таким Образом Сорт Представляет С собой Единый Клон Постоянство Сортов Большинства Плодовых Ягодных Культур Не Является Однако Абсолютным Клон Следовательно Не Является Совершенно Однородным Он Также Подвержен Изменчивости Которые Называют Клоновой Изменчивости Работая По Изучению И Выявлению Это Изменчивость И Занимается Клоновая Селекция З Пишет Что Госпожа З Существует Сейчас Микроклональное Разложение Там Действительно Получаются Клоны Из Одного Черенка Тысячи Одинаковых Растений Хочу Задать Ей Вопрос А что С Маточным Растением Дерево Или Куста Путем Вегизативного Рожжения Мы Не Можем Получить Так Жем Можем Соклонов Или С того же Маточного Дерево Абрикоса Академик Получает Ноль Сосарцев Такого Сорта Академия И пусть Они Получатся Не путем Разложения Из одной Клетки Как При Микроклональном Способе Но Суть От этого Не Меняется Клоны Можем Получать Привитативное Разложение Как Из отдельных Клеток Растений Так И Из части Организмов Этих Растений Из Мичурин На том Основании Что В этом Методе Отсутствуют Клоны А Как Теперь Воспринимать Прикажете Клоновую Селекцию Вполне Научный Метод За Который Растений Мичурин Или Такого Метода Не Существует Совет З Прежде Прежде Чем Давать Какие Советы А Тем Более Принять Людей Некомпетентность Надо Быть Сначала Самой Компетентной В Этих Вопрос Иначе Все Это Фарс И Мерзко Сказано Вот Так Владимир Горнов Руководитель Клуба Виноградарей Междуреченск Да Вы Знаете Сильнейший Мужик Таких На всю Россию Единицы Такого Ровня И Посудил Против Любого Академика Вот А вы Видели Этих Самых Престарелых Спящих С Открытым Ртом На Этих На заседаниях Академии Наук Мне Стыдно Показывать Эти фотографии Сенсационные Вот Так что Пока Они Чуть Не Сказал Как В Природе Не Повымирают В прямом Смысле А Но К тому Времени Постареют Их Ученики Такие Точно Сонные Комментарий Железов Привет Старый Друг Владимир Терентьевич Я Ведь Не Зря Всенародно Называю Вас И будь Моя Воля Сидели Президием Академии Наук На особой Должности Зам Президента По защите Садоводов Любителей Не взначай Обогнавших Науку И вам Привет По своему Грамотнейшая Оппонент КЗ Она Грамотная Только Это Самое Изначально Вся Грамотность Направлена На то Чтобы Ни одна Новая Мысль Не появилась Ограничить Вашими Нициалами Чтобы Не было Обид Увы Кроме Полного Имени Мы О вас Так Ничего И не Узнали Как всегда В таких Случаях Ни фамилии Ни должности Ни возможности Увидеть И сравнить А кстати Почему мы никогда Не прячемся Понять не могу А почему Они Это Скрываются Вот всегда Так Вот Оппоненты Всегда Скрываются Иногда За собачьими Кличками Иногда Как Это Самое Которое Меня Грязью Мешало Редактор Этого Предсадив Хозяйства С Это С Погонялом Простокваша Как Всегда В таких Случаях Ни фамилии Ни должности Ни возможности Увидеть И сравнить Ваш сад И ваши Правильные Клоны С нашими Неправильными Какое Горе Как попроще Средитых Оппонентов С их Упреками В нашей Тупости И некомпетент Показать Фото Своего Правильного Сада Ну хоть Плохонького Далее следует Волшебное Исчезновение Навсегда Но Как Говорит Пословица Серебро Нашлось А осадок Оставил Тысячи людей Теперь думают Что я и вправду Не вижу А осад Мой для Злобных Оппонентов Это такое Недоразумение Не аргумент Вот и приходится Постоянно оправдываться А почему Сейчас поймете Да Просто я И мои друзья Используем В свою очередь Вас Средитых Для пропаганды Новосадоводства А тут тоже В своем Вроде горе Для него Термином Наука Отрицающая Все Не придумала А значит Или пользуемся старыми терминами Или придумаем свои И получаем От грамотных Оппонентов Которые Сами ничего Вырастить не могут Такие обвинения Что я просто Обязан взять топор Взять топор И сад вырубить Вырубить Самое лучшее По плодам Самое растойкое Мире клоны Понятно Почему Их же Не имеют права быть От эмоций К делу Отвечу Вслед За горнолом Так чтобы Даже последним И двоечнику По биологии Стало понятно А половой Вакханалий Ваш странный термин В природе В отличии от Человеческого Собственного Нет понятия Нравственности Только в принципе Честного отбора И без альтернатив Чтобы вас Зачать К примеру Извините За такое сравнение Ну вы начали Не я Словом Вакханалия Будем Вакханалить Чтобы вас Зачать К примеру Сотни тысяч Сперматозоидов С бешеной скоростью Мчались Яйцеклетки И к финишу Приходил Самый-самый И тут В наших садах Природатит Бесчисленное количество Польцы Польцы На каждый Пестик Почему Жизнь В скачающих Условиях Вот почему Расточительство Но без Половой Вакханалии Не обойтись И пусть При этом С годами Десятилетиями Размываются Черты Привычных Нам сортов Это Неизбежно Один Из моих Постулатов Моносады Путь Деградации Вспомните Миллионы Деградировавших Вишневых Садов А новые Характеристики Новые Появляются У потомства В смешанных Садах Дают шанс Именно Для более Суровых Мест Именно России Вот На этом Первый Фильм Я закончил Почему Потому что Сложно Все Вот то Что вы читали Этот Наш Друг Горноулов Один Из самых Грамотных Садоводов России Включая Ученых Включая Академиков Получается Так Что То что Вы Выше Посмотрели Это было Интересно Но Трудно Вот так Вот Чтобы дальше Продолжать Я сам Из этих Самых Потому что Если я Допустим Читаю Очень долго Какую-то Книгу Я Забываю В середине Я забываю Начало А к концу Прочтения Я забываю Середину Ну что делать Давайте Тогда так На этом Мы закончим Я лишний раз Покажу То Что Этого Кханалия Ой Какой Этого Кханалия Вот Странно Что Она Зайдя в гостевую книгу Наверняка Она должна была Видеть Нет Не сюда Зашел А кстати В гостевая книга Моя Тут Еженедельные Вебинары Познакомьтесь Друзья Здесь всегда Так Смотрите Здесь Столько Всего Интересного Здесь Такие Люди Уровня Горнову Вот Я иногда Чувствую себя Даже Действительно Невежий Потому что Еще и грамотнее Меня Галина Чернова Чего стоит Я горжусь Что такие люди Беноградов Чего стоит Я горжусь Что такие люди Смотрите Чего стоит Находится Время И Участвуют В дискуссиях В этих Проблемах Которые возникают В садоводстве Здорово А вот Это мой Вебинар Он проходит Каждую неделю Уже четвертый год Так Видите Я вас прошу Что сделать Зайти потом В мою гостевую И Зарегистрироваться И вы будете Участвовать И прежние Получите Эти самые Если попросите Прежние Записи 121 И будущее Вот это Я хотел сказать Это потому что Я сюда попал Случайно Зато Нас станет Больше Когда вы сюда Попадете И второе Значит Я чуть-чуть Не туда попал Сразу Вот он Видите Тут написано САЦСИП Но это гостевая И тут САЦСИП Это моя целая И здесь Информация По дискам По черенкам По семечкам Это диски учебные Вот Здесь Капитальные труды Здесь Скромно Два Две Эти премии Как их называют Самая главная премия В мире Значит И несколько Несколько государственных Премий Вот И хватило бы На целую На всю академию Если бы все это разделить Попробуйте вы Посмотреть Что такое Откуда мы взялись Это так Это у меня Как прикол Понимаете Как прикол Дело в том Что Я точно знаю Сто процентов Потому что Я же не слепой Что мы произошли От гермафродитов Да Вот Что мы произошли От гермафродитов Вот доказательства Видите Стоит заглянуть Сюда В этот Ко мне на сайт Видите Стоит заглянуть Нет Это я к тому Что я пропагандирую Свою Эту Науку Которая Вообще Не это самое Что это Наука Особая И когда-то Это и будет Одна из Нобельских премий Но потом Это будет третья Первые две Научные А это Относитесь Как хотите К этому Вот Как надо Воспитывать Мальчиков Чтобы они Не стали Девочками По сути И По это Идеями По существу Вот это Пожалуйста Посмотрите А пока Возвращаюсь Обратно И так как У меня Еще есть Четыре минуты До того Как сам Отключится Эта самая Видеокамера Я стараюсь Лишний раз Показать Вот то Что вы сейчас Видите Перед собой Лишний раз Этого не может Видите Это я еще не Фотохудожник Он бы Такой А вот Это всего лишь Мы видели С вами Семь лет А на самом деле Их Тридцать Есть еще Ретро Фотографии Но мы уже На это Обращать Отнимание Не будем Вот это Называется Один из Основателей Современного Садоводства Мой друг Латинков В тяжелейшем Состоянии Находится В больнице И мы все Кто Находились На тот момент На моем Присутствовали Живьем На моем Вебинаре Мы все Молились За его жизнь В тяжелейшем Состоянии Ну это так К слову Давайте Друзья Будем считать Что серия Номер один Закончилась А Почему кусочки Еще раз Голова Пусть отдохнет А дальше Начнется еще Интересней Вот До свидания Пока Все Друзья Как эту серию Обозвать А увидите Субтитры 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 Субтитры